всем привет всем здрасьте дорогие друзья с вами кисель и в этом видео буду с вами разговаривать касательно небесного нет большой меча небесного всадника да как его получить что он умеет еще потом что можно будет делать дальше также еще один квестик одинокий корабль в гуюне который спрятан ну не так чтобы сильно но спрятан и там есть некоторые сложности я буду показывать в своем стиле чтобы вы видели с чем вы можете столкнуться если будете выполнять это дело ну немножечко так сказать не зная то чего ожидать ну что ж друзья с вас как всегда лайк подписочка колокольчика с меня контент поехали отправиться за данным мечом нам нужно сейчас покажу куда пожалуйста каменный лес гуюнь как туда добраться друзья есть в принципе несколько вариантов ну как бы я уже там был если вы там были то просто ттп 6 либо сюда либо сюда на подземелье по-другому ребята придется немножко ухищряться начнем с того то что можно отправиться по воздуху и я бы тут вам рекомендовал но вы знаете взять конечно же эмбер давайте-ка сменим выберем эмбер посмотрим сколько у нас выносливости 160 тут у нас понятно понятно везде по 160 у нее есть бонус она тратит меньше выносливости во время полета по идее должны долететь если нет то берите кею и с помощью его умения создавайте мост по которому вы сможете пройти умение на букву я который когда он перед собой пускает лед до 160 спокойно долетаем даже я бы сказал с нормальным таким запасом то есть можно иметь меньше выносливости ничего страшного не будет и тут у вас будет довольно большое количество противников у меня если что второй уровень мира так что я не помню какой уровень противников будет на первом естественно берем обратно нашего персонажа если вы у вас это не прокачанная эмбер и это для нас будет ориентиром то что сейчас передо мной находится в плане кей тут все просто нажимаете е потом спокойненько идете нам нужно двигаться в ту сторону на ту гору противника тут будет не так уж что прямо много если что их можно обойти с помощью того же кей просто-напросто пройтись и все так что никаких проблем даже если не можете кого то убить вы можете пролезть но там дальше конечно противники будут довольно жесткие в общем тут у вас будет ожидательным противника получается вон там мы стартовали сейчас я нахожусь в этом вот месте и нам нужно вот сюда и здесь вы можете конечно приготовить себе пищу там чтобы ну просто можно было потом восстановить пищу погнали нам не туда это к подземелью нам именно сюда так давайте-ка сразу сделаем чтобы потом не было проблем отлично продолжаем взбираться тут кстати есть вот такой парень какой-то волшебный сурок или как его назвать даже не знаю с него падают монетки тихо в общем поняли будьте за ним бегать будете собирать мору я не знаю сколько это по времени теперь знаю и он тут был не первый раз то есть я здесь второй или третий и он прибежал опять-таки сюда снова волшебный какой-то харюк ладно отправляемся наверх вот пока противников не будет а вон там внизу как раз подземелья продолжаем взбираться и сейчас будут противники два мага а нет прошу прощения 3 с ними нужно будет разобраться желательно конечно их по очереди ковырять а надеюсь этого будем достаточно да и лучше восстановить здоровье на всякий случай и нам получается вон туда где летает птичка и вот здесь он будет нас ждать да вот такая вот фигуре на большой меч небесного усадника одна штука так и где у нас тут вот он большой меч небесного всадника при попадании обычно или заряжена так и сила так и в течение увеличивается на 6 процентов течение 6 секунд эффект может складываться до 4 раз может возникнуть раз в 0 5 секунд 1 в 0 5 секунд довольно неплохо и вот тут еще один а вы знаете что это значит также здесь имеется какой-то непонятный корабль точно так же как у того порта как и он не отображен здесь на карте вообще ту кстати тоже давайте-ка слетаем посмотрим что у нас там ну на всякий случай возьмем эмбер вместо ян фэй чтобы просто-напросто была возможность выйти туда долететь если что-то пойдет не по плану интересно будет там какой-то квестик да судя по всему долетим если конечно ничего не изменится тут до фига кстати стоит больших баллист они вроде так называются но большие арбалеты размеры кораблика не такие что уж прямо большие скажем честно и да тут есть люди ты кто думаешь просто что не успел прочитать путешественник прибыл на корабль ты кто путешественник говори что тебе здесь надо просто посмотреть посмотреть ты думаешь что можешь просто шляться здесь и смотреть на что вздумается ты вообще знаешь что это за место а ладно много слов до молота лука ну-ка ребята помогите ко мне связать этого простофилию пустим его на корм рыбам это что шумишь опять решил что можешь командовать 1 бейду нет на борту эти типы прокрались на борт и явно замышляют что-то недоброе вот я и решил разобраться с этим маленьким делом и не беспокоить байду но все прекрати пугать людей если байду узнает что ты связываешь всех без разбора то разберется она в первую очередь с тобой ой но человек самовольный поднявшийся на борт все равно должен быть наказан правда разве можно чтоб посторонние приходили и уходили с нашего корабля когда вздумается каким образом я должен быть наказан да пофиг давать так посмотри он тоже так считает но может быть так байду приказала бросить якорь здесь и сама ушла в город по своим делам без ее приказа мы не имеем права сами уходить в город а остальная флотилия патрулирует вода и они не могут нам помочь но на корабле сиска счет в которых тоже есть дела в городе сейчас они заняться ими не могут если ты действительно хочешь искупить свою вину можешь спросить тех кто на борту не нужна ли им помощь ты кажется интересовался нашим кораблем вот и по бродишь по нему ну помните толку истик тут нечто похожее давайте непосредственно смотреть допустим навигатор вот так задачка что вообще означает символы который нарисовал бывший навигатор неужели то места где встречались морские чудовища о ты чё такая кислая навигатор флота отвечает за ориентирование прокладываю курсы черчу морские карты наше прошлом гатора состарился ему на замену пришла я он очень любил использовать особые символы своих картах вот только расшифровать он их не потрудился с другой стороны наверное этим грешат все навигаторы такие символы конечно облегчают работу но остальным их не разобрать ладно идем следующему чувачку эти не хотят разговаривать не хотят разговаривать тоже не хотят кстати дайте как стырим тут лишним не будет матрос фужу не найдется люте минутка подняться посмотреть чем дело куда именно в воронье гнездо может быть люши что что-нибудь увидел я звала его но без толку наверное ему из сильного ветра то наверху ничего не слышно я немножко боюсь высоты и кун если тебя не затруднит залезть и посмотри как там дела это нам получается вон туда воронье гнездо там где сидят эти чуваки которые следят за тем что происходит давайте-ка наверное не будем использовать как он называется то пробел чтобы нам точно хватило выносливости хотя по идее мы можем стать здесь сбоку мы это тоже естественно посмотрим ну вроде залезем давайте проверим чтобы вам было легче да мы можем здесь стать и восстанавливать выносливость это хорошо продолжаем взбираться ну можно и погрешить пробелом раз уж тут все дело восстанавливается только не слишком сильно и имейте запас ой случайно нажалось ждем восстановление выносливости можно знать еще использовать пищу которые и бустят и бустят скорость и восстановления но это так на любителя так вот здесь аккуратненько сейчас могу упасть чуть не упал и нам осталось совсем чуть-чуть но нам нужно пройти вот сюда иначе мы не заберемся кстати вот еще есть веревка вороем гнезде опасно ничего сюда лазить почем зря как обстановка раз уж ты об этом я слышал будто бы внизу меня кто-то звал но ветер слишком сильные ни черта не слышно пока все тихо если что случится и обязательно дам знать спускаемся но спуститься гораздо проще не подходим к фужу не надеюсь или у тебя минутка подняться а я уже там был что-то странно попробую к еще раз ним поговорить ну давайте с ним поговорим что я не знаю кто ты я дозор на этого корабля сюлюши ты наверное слишком мол ты история обо мне не слышал господи да и не очень-то неблаговидный но и слава богу не будешь рассказывать насчет этих историй знакомы те название три чашки в порту когда-то это было беззаменный кабака не ищу фирменную закуску подавали рисовые шарики в вине из калилей кого риса не лепили шарики заливали их понятно я тогда проиграл спора должен был съесть 3 так офигенная история нам очень интересно про твои попойки мне интересно могу ли я поговорить с тобой на эту тему нет никаких изменений да кстати если подниметесь по вунтой то там у вас будет лежать драгоценный сундук не ну а мы идем дальше так там тоже пара стоит они говорят друг с другом ну пару людей тут тоже есть еще матрос вот здесь хайлун и ходить таков удел рулевого кто ты я штурман алькара когда мы в море я не отхожу от руля дни на шаг если вдруг на пути встретиться рифы или водоворот я тут же должен действовать нельзя отвлекаться не на секунду хоть и работенка это нелегко но все-таки я о ней всю жизнь мечтал всю жизнь я всегда мечтал стать штурманом потому что хотел управлять большим кораблем свободно плавать по свету в поисках приключений теперь когда я стал штурманом на алькоре моя мечта наполовину сбылась второй половине к сожалению исполнится не суждено я хоть и управляю кораблем но куда нам плыть решают навигатор и капитан их я поначалу был разочаровался но со временем привык ведь также вот почти все люди вязать судьбу в свои руки удается лишь ницам взять судьбу прошу прощения и я хотя бы повстречал лидера которому я мог довериться без оглядки капитан байдоу неверным путем нас не поведет с кем бы нам еще поговорить щитовод по имени скупердя интересно давайте-ка опа ничего личного от госпожи байдо у другого и не ожидалось мы опять вернулись с богатой добычей ты кажется очень довольна а как тут не быть довольным этот раз мы неплохо заработали вопреки всеобщему заблуждению вернуться из моря с пустыми руками вполне обычное дело наш вот исключение пустых ходок у нас почти не бывает все это заслуга нашего талантливого капитана байдоу что ты сделаешь свои доли как бы сказать мне нравится зарабатывать деньги а вот что с ними делать я еще как-то не думал может быть я куплю 100 порции потрошков джун юань и всех угощу не знаю и все тут некоторые считают что результат важнее всего но если в жизни смотреть на все с точки зрения результата то зачем вообще жить в погоне за результатом можно чего упустить много чего упустить в примеру сундуки которые эти спер сум ли кузнец извини мне все еще нужно проверить готовность нашего вооружения и судя и ничего важного не беспокой меня кто ты я главный кузнец на алькаре также я отвечаю за вооружение всего флота если тебе понадобится кузнец отправляйся в холодный клинок его хозяин старый джан мой двоюродный брат он лучше мастер в ли и уя что касается ковки я ему в подметке не гожусь но вот по части оружия мне нет равных я присоединился к бэйдоу ради того чтобы посмотреть какое время какой в мире есть редкое необычное оружие ладно все конечно очень интересно с уборщица нельзя поговорить ну тут компашка болтает и путешественного пожаловать на алькар а вы я старпом когда капитан бэйдоу нет на борту за главного остаюсь я раньше я был бестолковым пареньком работал в порту и жил без какой-либо цели если бы не капитан бэйдоу я бы до сих пор затягивал болты в каком-нибудь дырям присоединиться капитану и ходить по морям в поисках приключений лучшее решение в моей жизни кстати нам как раз нужны матросы пойдешь к нам если ты присоединишься к нашей команде смогу рассказать тебе о капитане столько историй ха 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 но мы со всеми поговорили как бы нет а вон там спрятался один человечек и не жалеешь присоединиться к флоту северный крестопадежка нам сейчас станешь старпом флот серверного креста это мой флот пока вы только я однажды он станет целой армадой кораблей мои рейтли были матросами в одном из плавания не погибли и меня приютила капитан бэйдоу у нас ли вы есть поговорку ученик превосходит учителя капитан бэйдоу вырастила меня и нельзя допустить чтобы мой флот и и опозорил я хочу стать моряком но госпожа бэйдоу не разрешает на говорит что я слишком опасно но однажды я прокрался на корабль и спрятался как же метода отругал дядя чунжо но я все-таки вышел в море и стал настоящим моряком и вот еще корабельный доктор в чем дело где болит будет паинька ложись я тебя смотрю со мной все в порядке а это просто прекрасно я корабельный доктор если у кого морская болезнь простуду нужно отнять руку или ногу и обо всех позабочусь в моей квалификации можешь не сомневаться если тебе не здоровится приходи ко мне подождите там еще был вас была возможность зачем ложиться о прошу прощения дело в том что когда мы стоим на якоре в гавани я лечу бродячих кошек и все такое со временем я стала так разговариваете с людьми пожалуйста не обижайся кстати тот раз я отдала безумно хотят солдату милит по имени юн они интересно как они там без меня ну собственно мы со всеми поговорили но есть одна некоторая проблема друзья видите кто-то с персонажа за ним другим заданием видимо это задание у них не в приоритете сейчас покажу нажимаете сюда и видите чан-чан занимается на нем церемония сошествия и мы поднимаемся наверх и видим загадочная земля тысячи камней церемония сошествия направляйтесь в гавань ли и вместе где регион то вымывает море на скале раскинулась большая гавань город процветает под покровительством георганта марокса также известного как ну понятно это вы все знаете отслеживаем делаем это и только потом возвращаемся к этому квесту это важно ну собственно приходим по этому квесту если ты хочешь встретиться с георгантом то твой единственный шанс в году хорошо что венте рассказал нам об этом заранее на чем мы бы точно пропустили церемонию сошествия в этом году пойму знаешь точную дату им сегодня или завтра мы уже влию и давай узнаем уместно точно насчет георганта марокса ты знаешь что слово мор происходит от имени георганта но считается что туристы не должны называть георганта по имени это невежливо поэтому нам стоит называть георганта властелин камня поговорить с сулин и нас опять отправляет к этим парням прикольно смотрим что у нас будет теперь я специально показываю в таком порядке потому что скорее всего вы захотите поисследовать мир наткнетесь на этот корабль и будет непонятно что с ним делать в общем давайте к где же байдул нужна помощь а это ты это так действительно помогаешь людям на корабле да у меня есть для тебя работа мы только причалили еще не успели пополнить припасы вот как раз таки сейчас мы будем им помогать мы уже давно в море и все устали грызть сушеное мясо мы не каждый день бываем в порту поэтому было бы неплохо достать свежих продуктов но я знаю куда пропал а не знаю куда пропала байду исходить на землю команде не вели на было бы здорово ты добыл для нас свежее мясо птицы или сырое мясо я сделаю это вот это энтузиазм туда я рассчитываю на тебя по идее у меня это уже дело есть да думаю как мясо и птицу давать вы знаете как рыбу все как все это искать там убить животное и так далее ага из этого мяса можно сделать стреки недельно подойдут к вину байдул будет довольно дальше так с навигатором нам не надо когда же можно будет сойти на берег нужна помощь от этот самый нарушитель что только что проник на борда даже слышал как кричал дядя джун зоу перед шин зон напугал тебе не волнуйся он хороший человек просто хотел припугнуть тебя немного но когда же мы в конце концов сможем сойти на берег дядя джун зоу приказал нам оставаться на борту пока байдул занята своими делами в гавани льюэ тетя ин син обещала взять меня с собой когда пройдет за покупками а потом я смогу пойти поиграть чан-чан прошло раз когда я пообещал чан-чан что поиграю с ней как только приду из рейса но теперь а ты наверное можешь вернуться в город ты не мог бы помочь мне кое в чем пожалуйста найди для миска звездных ракушек на побережье думаю трех будет достаточно вроде бы они у меня тоже есть они просто на берегу валяются нашел спасибо даже немного и кое что сделаю тетя инцы научила меня делать игрушки и звездных ракушек а теперь вот так малышу и удалось не успел готова вот так могу просить тебя отнести то чан-чан хотя мне очень хочется самому дать ей подарок но байдул вряд ли вернется скоро а когда вернется возможно нам придется тут же отчалить вновь их кажется этот раз попасть город не получится надеюсь чан-чан не будет сердиться на меня еще один готов но нужно потом правда отнести да ладно так говорим с этой тетей судя по одежды путешествий что делаешь на борту и специально для этого поднялся набор что уж нам не нужна помощь тебе следует идти корабль это не то место куда-то можешь приходить когда вздумается теперь ребята наверх опять ну теперь давайте посмотрим что нам скажут откуда ты взял зачем так незаметно подкрас могу чем не помочь ты мне ничего не поможет иди туда откуда пришел людей хулиганщик на борту ничего хорошего не ждет какие все милые и давайте сразу заберем сундук чем тут просто к валяться белая кисть стандартное вооружение милетов имеет крепкая древко и острый наконечник вот все собралось само потому что как бы там видимо маленькое пространство давайте к этому которую штурвал баран покрутит могу помочь мне нужна твоя помощь если ты не из команды тебя не приглашали уходим иначе кто-нибудь попросит тебя уйти какие милые то все что напугал тебя от шум зоне принимая близко к сердцу характерами такой к тому же он плохо слышит поэтому говорит громко но он хороший человек ладно если тебя есть свободное время ты не мог бы мне помочь мы наконец-то причалили к берегу но байдо ушла в город и до сих пор не вернулся джунь зо ради безопасности не позволяет нам сойти с берега когда мы были в городе прошлый раз я авансом заплатила баллаю за кое-какие товары собиралась забрать их когда мы пришвартуемся здесь следующий раз пожалуйста передай буллау это письмо и он поручит кому-нибудь отнести мне эти товары несложно осталось двое нужна помощь что хочешь ограбить меня лучше подумать дважды шел бы отсюда своей дорогой мы не встречались раньше ты не из команды давно не ступала на нога чужака на палубу этого корабля могу помочь и нуждаясь помощи чужого жирака уходи то есть нам нужно сделать только два задания вот как раз задание письмо и подарок сейчас быстренько все сделаем вот наш первый этот подарок от малыша малыши вернулся почему же он не пришел сам прошлый раз он сказал короче он пока не может сойти на берег ладно позапрошлый раз он тоже так сказала тогда большой большой высокий высокий дядя принес мне подарок от него но ничего не поделаешь он наверняка не может сойти на берег из-за байдоу но все равно спасибо что передал мне подарок пожалуйста поблагодари его за меня когда папа вернется попрошу его взять меня с собой на тот корабль разум не может прийти ко мне то я приду к нему вот так присталучие так и нам получается сюда с бай прошу так много времени почему не туда сих пор не пришел это тебе от инсин на этот раз ты разносишь письма тот господин не пришел он не с тобой так фух ладно заказ готов я поручу кому-нибудь доставить его каменный лес гую довольно далеко возможно мне придется брать лодку чтобы добраться туда денег которые госпожа инсин оставила прошлый раз и должно хватить вернитесь к инсин погнали сдавать кстати приходится каждый раз лететь потому что тут нельзя телепортироваться к сожалению а хотя подождите к секундочку нож на вопросик можно они нифига ладно кстати в это время квест данный на заблокирован вот этот вот загадочная земля тысячи камней вот именно у нас сейчас выполняется вот этот вот ты доставил мое письмо да конечно спасибо тебе за помощь иначе мне точно пришлось бы просить чунзо отнести письмо а он точно перепутал бы было и вернулся бы за мной чтобы я лично объяснила что происходит готова через пацаном ты передал подарок она хочет сама прийти и повидаться с тобой так как бы нам лучше выбрать правду прошлый раз наговорила то же самое сказала что папа возьмет я на корабль но не пойду не дядя джунзо не позволит чужакам подойти к кораблю их так или иначе спасибо тебе за помощь вернитесь к чужом дзо это вот 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 наш главный который за место капитана но вы поняли и на этом корабле в стольких местах побывал у меня уже голова кружится слишком за тобой мне вот интересно как у тебя так хорошо получается помогать людям кто же ты я всего лишь много путешествую профессиями а такая людям помогать профессия говоришь и кажется я догадываюсь как ты им помогаешь ладно я знаю правила игры не будут допытываться вот возьми считай это подарок за помощь нам всем что же давай простим тебе твое самовольное проникновение на борт ничего ужасного в итоге не случилось но следующий раз поднимайся на борт общепринятым способом ладно иди занимайся своими делами у меня есть другая работа на корабле мы только что вернулись из и надзумы байдо приказала бросить якорь и ушла в гавань но она до сих пор не вернулась стоять здесь со стороны каменного леса гую не очень хорошо мне нужно выйти в город и найти ее одинокий корабль в июне выполнена про церемонию сошествия и загадочной земля тысячи камней я буду снимать отдельно специально чтобы ну иначе это будет просто очень долго друзья реально долго а так нам будет понятно что как делать это будет первая часть скажем так а там будет отмечено то что-то вторая да мне кажется так будет проще нежели видос там на 30-40 минут а у меня на этом все друзья всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахте колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плейли со всеми видео касательно геншин и импакты я не помню сколько там уже если честно и в ближайшее время будет выходить все больше 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 и больше постепенно искать погружаясь в эту игру плюс тут не только эта игра на том канале в описании будут и плейлисты на другие игры там и гайды обзоры стримы и так далее light dangerous пожалуйста киберпанк пожалуйста вольхейм факторию сатисфектор и прохождение различных хора включая новый резин телу вилдж ну и так далее планы на канал довольно серьезные и еще будут ссылочки на социальные сети такие как инстаграмм группы в к дискорд сервер и телеграм-канал где публикуется информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья плюс телеграме и дискорде имеется чат и что вы могли общаться друг с другом касательно различных игр и так далее и в дискорде есть разделение для людей которые играют в геншин и еще момент пожалуйста пишите какие видео вы хотите видеть этом канале какие обзоры какие гайдаки и стримы спасибо а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока